Каких-то 15 лет назад Булот Толёнов варил сыр в домашних условиях у себя в Балыкчи. Из обезжиренного сыра делали плавленый. Продукт с лихвой закупали российские компании. Постепенно производство удалось расширить до масштабов завода. Изготавливали уже и брензу, и сулугуни. Сейчас же планируют построить современный завод. Он будет отвечать самым высоким международным стандартам. «Помню, были времена, когда фермеры собирали обезжиренное молоко, не зная, что с ним делать. Тогда я и начал варить сыр. Реализовывали продукцию на местном рынке. Позже удалось экспортировать её в соседние страны. Сейчас нам необходимо около 20 миллионов сомов. Эти средства помогут нам закупить оборудование и расширить производство. Это будет крупнейший молочный завод в Нарынской области». Стоимость проекта – 72 миллиона сомов. Строительство современного завода позволит довести переработку молока до 20 тонн в сутки и создать дополнительно 150 рабочих мест. Фермеры Кочкорского и Джумгальского районов смогут поставлять сюда сырьё. «Посетив предприятие президент Сурон-Байджин, Генбеков с удовлетворением отметил успехи предприятия, который вносит весомый вклад в развитие региона. Пожелав дальнейших успехов, глава государства напомнил, что особое внимание поддержке предпринимательства в регионах уделять продолжат. Средства государства и инвесторов развернуты на поддержку малого и среднего бизнеса, что в перспективе гарантирует целостное развитие экономики страны. А финансовым институтам президент рекомендовал выделить льготные средства на завершение строительства молокоперерабатывающего завода. Ещё одним из приоритетных направлений последних лет остаётся обеспечение населения поливной водой. В Кочкорском районе в селе Кош-де-Бе реализуют ирригационный проект. В ближайших трёх Ай-Лук-Мету появится возможность для освоения порядка двух с половиной тысяч гектаров новых орошаемых земель. Беседуя с местными жителями, президент ещё раз отметил, что реализация национальных ирригационных проектов находится на его особым контроле. Они способствуют решению целого комплекса задач в рамках регионального развития. Особенно учитывая то, что большинство населения страны занято в сельском хозяйстве. Местные жители, выразив благодарность, отметили, что это благотворно отразится на развитии области в целом. До 26-го года, напомню, будет введён 31 водохозяйственный объект. Строят в Кочкорском районе и ЦОН. В новом здании Центра обслуживания населения граждане в формате единого окна смогут получать услуги по линии ЗАГСа, паспортного стола, архива и нотариата. В центре жители смогут получить все услуги по линии паспортного стола и регистрации населения. Старое здание уже не годилось. Там было всего несколько комнат. Для граждан условий соответствующих создано не было. Теперь же это современный центр обслуживания населения. Важную роль в политике регионального развития играет и цифровизация. В каждом из районов должны быть созданы условия для получения услуг в формате единого окна. Глава государства подчеркнул, что несмотря на трудности, вызванные пандемией, проекты в рамках государственной политики по цифровизации будут продолжены во всех областях, прежде всего для повышения комфорта жителям на местах. Саурон Байджинбеков, побеседовав с местными жителями, отметил, что все озвученные ими вопросы приняты к сведению и будут решены местными властями и соответствующими госорганами. Дороги являются артериями для экономики страны. Бездорожные инфраструктуры, любые другие начинания невозможны. Президент напомнил, что в связи с плачевным состоянием дорог в сельской местности на государственном уровне было принято решение ежегодно ремонтировать по 3 километра в каждом районном центре страны. В этом году запланированы строительство и ремонт более 150 километров. Здесь, в Кочкорском районе, мы продолжаем ремонт внутренних дорог уже осенью полностью завершимых. А пока выравниваем дороги и занимаемся укладкой гравия. Здесь же, побеседовав с президентом, местные жители подняли вопросы относительно жилищных и земельных проблем. Саурон Байджинбеков отметил, что со следующего года в рамках концепции регионального развития в Кочкоре как одном из 20 точек роста будет начата реализация программы, предусматривающей социально-экономическое и инфраструктурное развитие.